Всем привет, мои хорошие! Ну, похоже, выспаться сегодня мне явно не судьба. С третьего раза получилось задремать. И что вы думаете? Активировались у нас перед праздниками. Звонят, отключаются или звонят, предлагают услуги, ну, смена страховки, смена оператора мобильного, интернета. Потом еще там непонятно, что предлагают, еду вот эту замороженную. И ты говоришь, что спасибо большое, до свидания, у меня нет времени. Или ты болеешь, ты не можешь говорить. Они, ну вот уделите минуточку, господи. Вот, девочки, сегодня пять звонков таких вот было, пять звонков. И я уже на последнем не сдержалась, говорю, где вы взяли мой номер телефона? Вот, кто вам его дал? Я вам не давала. С какой стати вы меня, ну, достали, короче говоря. У Пьера то же самое. И уже блокируешь номер, который, ну, вот с рекламой идет, или вот эти звонки, они звонят откуда-то из Африки, и чтобы перезванивали. Я не знаю, то ли платные эти какие-то номера потом, или как они на этом зарабатывают. Ну, это мошенники какие-то. Ой, ладно, ну, плохо то, что не поспала я. Вчера мне, девочки, стало хуже. Короче говоря, в этот раз, похоже, все очень серьезно. Я, если так уж откровенно говорить, очень такой плохой болеющий. Я не иду на поправку, я не выздоравливаю так, как должно быть. Я раньше времени всегда поднимаюсь, и все, не могу я лежать. И в этот раз я, наверное, за всю свою жизнь при простуде, при грепе, чтобы вот восьмые сутки лежать, такого у меня еще не было. Вчера настолько разболелось все в груди. Во-первых, жуткая слабость. Вот это характерная для пневмонии, что меня больше всего настораживает. Но хрипов, как таких, нет. Не знаю, что оно будет. Нашего врача нет. И та, что с ней, кабинет рядом, уже до 15-го нет никаких мест. Ну, короче говоря, девочки, вот такая вот ситуация. Но что я вам хочу сказать, вот тоже пишите, считаю, что это несправедливо, что вот ты рассказываешь, раз такая не очень приятная ситуация с медициной, значит, во Франции все плохо. Ну, вы поймите, если я, к примеру, вот сейчас, на данный момент не могу попасть к врачу, и я болею, 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 это не значит же, что у всех так. Это не значит, что никто не может попасть. Может быть, в более крупных городах, в больших регионах, в крупных регионах, вернее, в других регионах, ситуация совершенно обстоит по-другому. Я рассказываю то, что вот касается меня. И да, это меня бесит, потому что я бы хотела получить лечение. И то, что вы ходите к врачам, которые дешевле стоят. Ну, если он везде, этот дженералист, терапевт, стоит 26 евро для взрослого и 28 для ребенка, хоть ты в Париже иди, хоть ты в Тулузе иди, хоть ты, я не знаю, где иди, он столько и будет стоять. И по поводу страховок, то же самое. А пусть муж тебе оформит государственную страховку. Я ей сама оформила. Сразу же после приезда она обязательная. Ассюранс молоди, она обязательная. Она есть у всех, абсолютно у всех. Повторной, господи, как она, дополнительной, может быть, не быть. Но ассюранс молоди, она есть у всех. Короче говоря, вот так вот. Не доставайте меня больше. Мне без этого уже все надоело. Кашель достал. Сегодня у меня голос вообще уже другой. Такой, ну, вообще немой. Я вот себя слышу, и я себя не узнаю. Звонила подруге. Она говорит, да, Лиля, это ты? Я говорю, я. Она говорит, я смотрю, номер твой, а голос-то не твой. Я говорю, болею я. Так что вот так вот, девочки. Еще не решила, что готовить буду. Смотрела перед сном. Нашла на YouTube канал. И там девочка пробует рецепты. И тестирует. И, короче, то, что плохое, она так и говорит. Вот это вот вкусно получается. Как и заявляет, значит, автор рецепта. Вот это несъедобно. И объясняет, что не понравилось. Так что я уже, ой. Один салат, который нашла, забраковала. Кстати, девочки, может, вы тоже нашли этот салат и тоже хотите приготовить. Это, ну, как бы один из вариантов, чтобы поменять сельдь под шубой на черном хлебе. Типа, как желейный торт из селедки. И вот они приготовили. Она говорит, мы даже выкинули. Показывала, прям выкинули. И, ну, честно говоря, несъедобно. А все ингредиенты настолько классные. И в разрезе он такой красивый. Ну, очень хорошо, что он. И совершенно случайно наткнулась. Искала же рецепт. И нашла рецепт у моего класса. Под вот этим рецептом сразу идет проверка рецепта. И я посмотрела эту проверку. Короче говоря, наверное, буду классическую эту шубу готовить. Сельдь под шубой. И все. У нас дождь. Погода абсолютно не предновогодняя. Не предрождественская. Такая пасмурная, сырая. Дождь моросящий. И через день, короче говоря, сегодня с утра обещали, что его не будет, а будет только с 14 часов. Да какое там начал моросить с самого утра. Я переоценила свои силы. Встала пораньше, думаю, потихонечку отведу Милен в центр. На каникулы. У нас же каникулы. И какой там центр. Пир говорит, ты что, совсем хочешь и на все праздники, на Новый год и на Рождество остаться в этой? Не знаю, девочки. Ни разу я еще так не болела. И не знаю, когда это закончится. Не знаю я. Кашель не прекращается. Я уже... И нашла, кстати, гербион, сироп нашла я. У меня... Мы его привезли с собой. Рыло в старых вот этих всех своих загашниках. Которые там и нашла этот анальгин нашла, но температуры уже нет. Активированный уголь нашла, тошноты уже нет. Ну, короче говоря, и нашла этот гербион. Дыхательная гимнастика. Ну, вот подышу. Вроде бы начнет откашливаться. Потом опять затихает. Опять все болит. Короче, девочки. Не знаю я, что это. Не знаю, как от этого вылечиться. Антибиотики надо. Ну, а где я их возьму? Без направления. Вернее, без рецептов в аптеке. Их в жизни здесь никто не продаст. Тоже. А сейчас опять напишите. Ну, сходи к платному. Тебе платные выбежи. Ой-ой-ой-ой. Так что в этом году у меня абсолютно не праздничное настроение. Про посудомойку, девчонки. Ну, вы не поняли юмора. Это, конечно же, я же сказала, подарок в кавычках. Ну, тоже мне смс-ка еще пришла. Ой, подружке надо перезвонить. Спрашивает, как я. Как-как не выспалась, поспать хотела. Не подарок это, конечно. Я почему-то так посмеялась, что вот у меня обычно... У меня пер не любит дарить подарки под заказ. Но в этом году, ну, видите, все вот так вот непонятно. И Артур всегда спрашивает. Мам, что ты хочешь? И я, ну, как бы примерно говорю, что я хочу. А в этом году у меня и Пер спрашивает, и Артур спрашивает. А я говорю, я ничего не хочу. Не знаю, что я хочу. Мне ничего не нужно. И вот так вот, да ничего не нужно. И тут эта позадовойка ломается. А у меня и Пер посмеялась. Ну вот, не хотела подарков. Ничего тебе не нужно. Вот. И проблема решена. Теперь без подарков. Поэтому бытовая техника, кастрюли, что там, пылесосы, фены, всякая вот такая вот... Ну, косметика нет. Я считаю, косметика это подарок, парфюм это подарок. Но все, что касается вот такой вот бытовой... Ну, таких вот бытовых средств. Нет слова. Вот в голове пусто, не могу найти. Атрибутов. МВТ-вых атрибутов. Вот это я не считаю. Я когда-то была настолько удивлена. На одно из Рождествов праздник. И наш зять, старшей дочке, знаете, что подарил? Хорошая вещь, я ничего не могу сказать. Вот этот вот каршер, который паром окна моет. И... Ну, как бы... Я не знаю, если бы мне Пьер такое подарил на Рождество или на день рождения. Ну, не то, чтобы обиделась, но, как бы, скажу откровенно, такому подарку я бы не обрадовалась. И я вот считаю тоже, ну, как бы, даже там дрель какая-то мужу, это не совсем подарок, скорее всего. Это, ну, необходимые бытовые вещи, которые нужны. Дарить надо что-то такое, ну, чтобы было приятно. Даже если, ну, сто лет, там, ну, как бы не нужно. Ну, не в плане того, что человек любит котов, а ему собачку подарят. Так и здесь, что. Но что-то такое должно быть. Приятно, это все-таки праздник. Пусть даже это будет бутылка вина. Вот у меня, кстати, спрашивали, правда ли, что французы могут прийти на праздник, на день рождения абсолютно без подарка. И принести, там, бутылку вина или, там, четыре пироженки каких-то купить в ланжери. Да, девочки, правда. И я такое наблюдала и с моими гостями, и с гостями, когда мы ходили в гости. И никто этому не удивляется, никто это не осуждает. Вообще, я заметила, они как-то им фиолетово на подарки. Как-то вот у нас больше люди уделяют, что, ой, там, вот у меня у кумы, у подруги, там, у коллеги по работе, там, пригласили, там, надо купить подарок, надо что-то оригинальное, там, звонят мужу, спрашивают, что там ей нравится, что там, может, она хотела, может, какую-то идею подашь. Ну, по крайней мере, как бы, ну, я так делала, то здесь никто никуда звонить не будет. И радуйся, что придут, бутылку вина принесут, выпьют и уйдут. То же самое с едой, как бы. Тоже вот пишите, что на праздники, как они на праздники, вот, неужели на праздники не готовят. Ну, как, покупают более вкусную еду, кто готовит, что у меня и прическа страшная, вообще страшно. Кто готовит, тот готовит и на праздники, и без праздников. Кто не готовит, тот, естественно, и на праздники готовить не будет. Есть, вон, куча рекламы уже у нас, целый ящик нанесли, что и супермаркеты готовят, там, ну, отделы, где вот эта еда, ну, как вот у нас в супермаркете, как, знаете, тут салаты, готовая еда, так и здесь, но только на Рождество, на Новый год, там, более такой ассортимент интересный. Маникюр надо сделать, что-то для девочки вообще ни маникюра, ни макияжа. Люди в парикмахерские записываются, кто-то прически меняет, кто-то краску меняет. Я тут с этой гриппом, простудой, бронхитом, пневмонией, не знаю, что у меня абсолютно состояние, не стояние. Ладно, пойду я, наверное, постараюсь еще раз уснуть. Усну, усну, не усну, мне надо силы восстановить, иначе никак, ничего у меня не будет. За что бы ни возьмись, я вот, девочки, встану, похожу немножко, и все, голова вот так, и все, сил нет больше никаких. А мне надо сегодня как-то себя за шкирку вытянуть и Миленку забрать. В 5 часов будет идти, Миленка. Ладно, девчонки, пойду я полежу. Полежу, отдохну, сил наберусь и буду здоровы.